Всем привет, мои дорогие друзья! Решила с вами поболтать и поделиться с тем, что у меня сейчас на душе. Знаете, мои дорогие, очень много думала я эти дни, как быть, как жить, как продолжать жить. Вот так быть, постоянно оставаться в страхе или идти вперёд. Я решила идти вперёд, потому что сегодня за 17 или 18 дней, сколько прошло, я первую ночь спала нормально. И я встала без отёков. Я почему не хотела ни себя снимать, разговаривать не хотела, показывать себя, не было настроения. Сегодня я встала первый раз, единственный раз без отёков. Я ночами не спала. Что я сделала для этого? Я просто приняла то, что есть в данной ситуации. Ведь мы не можем изменить этот мир. Мы не можем изменить и запретить, остановить катаклизмы природные, которые происходят в данный момент. Мы просто должны смириться или изменить своё отношение к этому происходящему. и принять, и понять, что дом – моя крепость. Если пять землетрясений я пережила, перенесла здесь, значит, дом меня мой защищает. Об этом говорит и Бог, и Всемогущая, и Вселенная. И, наверное, нужно было понять это. И, наверное, нужно было пройти через этот путь, чтобы догадаться об этом. Я вчера себе сказала «Стоп!» Потому что у меня была настоящая, начиналась паническая атака. Хотя я не знала, что это такое. Но теперь я понимаю, что это такое. И знаете, что, мои дорогие друзья, от чего это всё произошло у меня? Как я вам говорила, к нам вчера должны были прийти и ставить рамы. Хотя я после ночи вчера встала никакая, отёкшая, не спавшая. И мужу сказала «Давай, может, позвоним, на другой день придут они». Но он говорит «Уже невозможно, куда звонить? Второй раз мы не можем изменить дату». Они должны были приехать 7-го числа. 7-го февраля поменять нам. Так как было сильное последствие после землетрясения, и второе было землетрясение, конечно, было не дарам. Мы ждали. Представляете, с 8-ми они пришли к 10-ти, так как разбежались мастера, которые должны были прийти помочь. Пришли, так они быстро всё работали. Я сидела почти на кухне и вот занималась ерундой. Слушала астрологические прогнозы. Лучше не слушать их. Потому что я послушала Павла Глоба. Он рассказал о предстоящих землетрясениях, о том, что может произойти в этом году, в 23-м году. И меня начало трясти. Во-первых, я не могу выйти, тут кругом идёт работа. Полно пылюки. И Мавиша спрятали в ту комнату, чтобы он не боялся шумов, стуков. Я была вот с компьютером, с которым следила. Что следила? Следила за этими астрологическими прогнозами. Мне начало так трусить, я схватила ручку и карандаш, начала рисовать круги. Рисовала, рисовала, рисовала. Сейчас покажу, где. Вот эти круги я рисовала. Вы можете заняться рисованием в любой момент, когда вам плохо. Вы просто рисуете круги. Берите ручку, не обязательно карандаши, можете карандашом, и просто рисовать. Рисовать, 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 рисовать. И у меня всё спало. Я вот так тряслась вся. Не могу сказать это мужу, потому что он занят делом. А я вот так рисовала, рисовала. Смотрите. Рисуйте в разных местах. Много кругов. Это тоже метод нейрографики. Алгоритм такой. Стресс, антистресс. И у вас всё получится. Чудеса произошли. Всё прошло. И у меня был вчера скайп, так как я оформляла доверенность на свою дочь. И вот именно, когда вот перед тем, как начался этот скайп, мне так трусило. Естественно, я всё забыла, что помнила грузинский. А там только на грузинском. Видите, мой мальчик активно сейчас себя ведёт, поэтому я спокойная. Мой золотой мальчик. Сейчас я его выпущу. Посмотрите, какой у меня мальчик хорошенький. Видите? Улетел. Так вот, мои дорогие друзья, и когда это всё произошло, я, конечно, успокоилась, потому что порисовала. Всё прошло удачно, слава богу. Потом я накормила мастеров своих. Мы решили приготовить лохманджун. Я сделала вкусный очень суп из чечевицы красной. Очень вкусный прям кусок масла туда добавила, сливочного. И они были безумно счастливы. Я быстро это всё подготовила, и я немножко отвлеклась от всего этого. Потом, значит, естественно, они закончили. В 5 часов у нас пыль дыбом стояла. Ну, сами понимаете, да? Потом покажу вам наши рамы. Конечно, я только что освободилась. Вся в уборке. И когда я убирала, 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 у меня откуда-то появились такие силы. И я в этот момент думала, что всё, Светлана, достаточно, хватит бояться землетрясения. Ты живёшь в этой зоне, как японцы. Свыкли, привыкли и приняли это. Ты должна принять. Как многие люди сейчас живут под этими бомбёжками. Ведь они тоже привыкли жить уже. Продолжают свою жизнь. Ведь мне очень много пишут людей из Украины. И очень близких мы отношениях с ними, которые меня поддерживают именно в этой ситуации, поддержали. Большая благодарность вам, мои дорогие друзья. И они сказали, Светочка, мы согласны с тобой. Мы тоже привыкли и продолжаем жить, развиваться, ходить на день рождения, участвовать в чём-то, работать. Не просто сидеть в окопах и убивать себя. Да, друзья мои, я приняла решение. Я не буду больше. Когда будет землетрясение, я знаю, где спрятаться. Я начну рисовать. И так я привыкну к этому моменту. Я не буду не паниковать. Я даже вот даю вам слово, что вы от меня не увидите этого страха. Я не знаю, конечно говоря, я надеюсь, что вы не увидите от меня этого страха. Но действительно, хватит уже. Етер, хватит, хватит и хватит пугать нас. Выключен телевизор. Не хочу смотреть ничего абсолютно. Даже вот сейчас зашла на YouTube, смотрю там у некоторых блогеров, которые из зоны, у них до миллиона с чем-то просмотров. Понимаю всё. Но я не хочу смотреть их, потому что я не хочу опять переживать своё всё. Я сейчас буду постепенно выставлять блоги, которые были раньше. Буду... Девочек многие пишут мне из разных зон землетрясений и согласны со моей точкой зрения. Давайте объединиться, мои дорогие друзья, и будем рисовать с вами круги. Заведите себе попугайчиков. И всё. Знаете что? Мавиш мне в тот вечер предупреждал об опасности. Как предупреждал? Не говорил, Светлана, быстрее вставай, убегай или... Нет. Он был не мавишен. Даже сейчас я его только выпустила. Вы слышите его щебетание? Потому что ребёнок доволен, радуется жизни. А то, что было со мной и с ним в тот день, я ходила какая-то в предчувствии этого несчастья, этого землетрясения. Вот просто и мои... Знаете, вот прислушиваться надо к себе, я это чувствую. Вот я вот встала сегодня, смотрю, птички поют на балконе. Да такая тепла, весна к нам пришла. Я буду радоваться жизни, не знаю, сколько мне осталось жить, что я буду всё время трястись и нервничать. Не буду, друзья мои, не буду. Я рождена, чтобы быть счастливой, чтобы жить в мире, чтобы даже под развалинами. И я радовалась. Да, вы сейчас подумайте некоторые, что Светлана вообще рехнулась, наверное. Ну что, рехнулась, рехнулась, Светлана открывает себя со всех сторон. Как я раньше прошла, как говорится, столько пути и не нервничала. А сейчас расслабилась, расслабила чуть-чуть Светлана, потому что у неё муж есть, она под крылышком. А нужно не то, что... Он паникует у меня, моё крылышко, вы понимаете? Крыло моё паникует. Он-то не видел сейчас последнее это землетрясение был в пекарне, а меня всё трусило. И он переживает сейчас за данную ситуацию, мои дорогие. Сколько я вам говорю, кричу, чтобы вы, наверное, лучше слышали меня. Аж горло разболелось. Но... Вот такие дела, мои дорогие. Начинается новая жизнь, мы принимаем всё как есть. Смотрите, я рисовала недавно с девочками нейрографику, я в домике. Я просила, что мой дом моя защита. Девчонки, я не знаю, дошло до них или нет, это было, как говорится, новые девочки. Но смотрите, ваш домик сохранён. Вы в тылу находитесь, и мы уже прорисовали это. Так что сидите и в доме, не бойтесь ничего. Пять землетрясений выдержал мой дом без каких-либо поверх. Так что и выдержит, и боль, и меньшее землетрясение. Будут постоянно вот эти вот толчки, мои дорогие. Самое главное, что Мерсин не эпицентр. От нас только мы шатаемся от волны. И эпицентром не может быть, так как он стоит не на окраине плит, которые сдвинулись с места. Мои дорогие зрители, я вас обожаю, что вы просматриваете меня, что у меня сейчас увеличились просмотры, увеличились подписки. Благодарю вас, благодарю. кто новый на моем канале, добро пожаловать. Вы в моем видео будете смотреть сейчас. Только положительное. И девочки, объединяемся все, у кого, кто из зоны землетрясений, и кому нужно свыкнуть, потому что уехать отсюда невозможно. Хотя мне и пишут, Светлана, уезжайте, приглашают меня. Как я оставлю свои стены, любимые? Ну, как я оставлю свою семью, мужа? Ну, как я оставлю свои цветы? Я сейчас вам покажу, ради чего мне останется жить, ради чего мне я здесь на всю жизнь, потому что это моя любовь, мой Мерсин. Весна пришла, пришло настроение, пришел позитив, а со всеми трудностями мы справимся. Не так ли, мои дорогие друзья? Покажу сейчас вам нашу квартиру. Дорогие мои друзья, конечно, может быть, кто-то из новых, а может, кто-то из вредных моих подписчиков не поймет, чему я радуюсь, для меня это счастье, так как у меня раньше были здесь деревянные рамы, окна, и не было видно вот этой красоты. Сейчас у меня вот такое панорамное окно, панорамное окно. Я помыла только его с той стороны. Здесь вчера творилось ужас, что сегодня я вот все повымывала. Конечно, здесь надо мыть еще несколько раз. Фотографии, видите, на моего мальчика? Кветочки у меня занесла, потому что они замерзли, этот прямо весь паник. Сегодня он только пришел в себя. Цветочки, цветочки. Вот это наш Мавиш. Мавиш! Мавишок, ты мой любимый, спасатель! Вот он сел опять на ручку, маме. Посмотрите, у него появилось вот здесь пятнышко. Сегодня сидела полчаса с ним, учила слово Мавиш, никак он не реагирует. Так, мой мальчик, что я еще хочу вам показать? Покажу сейчас вам и другую комнату. Мы вчера с мужем так убирали здесь. Сейчас покажу вам, подождите. Видите, он сидит у меня на руке. Вот, он летел. Смотрите, сразу другой вид, да? Так много света. Боже, где-то мечтала о таком окне. А сейчас покажу и спальню. Так, мы с Ашкеймом вчера все стены перемыли, потолок мыли тряпками. Все чистенько, потому что все было в пылюке. Ну и нужно было уже этим заняться. Пойдем в спальню. Похвастаться и окно здесь поменяли тоже. Постепенно, постепенно приводим дом в порядок. Какое землетрясение, какой страх, столько надо от дела. И вот, наша спальня, вот такое у нас огромное окно. Сейчас, конечно, вы не увидите ничего, хоть и свет включила. Но смотрите, какая панорама, а! я всю жизнь о таком мечтала, честно вам скажу. Всю жизнь я мечтала. Я еще здесь только первая уборка, у меня только первая уборка. Не убирала ничего, окна не мыла. Кстати, ну, естественно, полы помыла, вот там, что могла пыль. Завтра, потому что мне нужно и работать тоже, вот это стены надо помыть там, сказали, пока нельзя. А я мыла балкон на той стороне, а мой муж на этой. Смотрите, что показываю вам балкон? Стирку мою? Покажу вам и парк, мои дорогие друзья. Вон некоторые, смотрю, уже машины разъехались, а то все люди сидели. Жизнь пришла, боже мой, тепло так на улице, обалдеть. Так, а что тут еще такое? Да, вот смотрите, мой муж как помылся, видите, какой у меня муж. Ну вот, завтра, наверное, послезавтра, я не буду спешить, мы все равно спим в зале пока, пока еще в зале будем спать, там спокойнее, как у нас одет, все равно в одежде спим. В одежде спим, и друзья мои. Ну, какой-то балкон сразу стал большой. И еще я хочу вам порадоваться. мы ей отдали свои старые вещи все. То есть, вот и я, Светлана. Мне же мой муж купил такой вот костюм, теплый-теплый. Я так замерзла в эти дни на улице. Скоро Светлана и себя приведет в порядок. Единственный день, утро, которое я нравлюсь себе. Я не отекшая, я выспалась сегодня, я победила свой страх. Вот так вот. А сейчас покажу вам наш балкончик. Да-да, друзья, мы выбросили старые ванны. Конечно, эта занавеска пока нам нужна. Мы от нее избавимся. Но планируем с мужем застеклить следующий этап. Застеклить. Смотрите, как мы все, как я сделала такую стоечку. У меня такие цветочки красивые. Все цветут они. Ну, куда? Какая смерть, блин? Какой страх. Все Светлана чистит. Блистит. Вот так я решила. Посмотрите, какое красивое у нас панорамное окно. Ну, совсем другой вид. Совсем другой вид. И занавески хоть стало видно новые. Но еще не новые все. Да, друзья мои? Правильно же я говорю. Вы согласны со мной? Что хватит бояться? Жизнь продолжается. Натерпелись мы? Хватит. Ничего. Ничего, ничего. Помыла и кондиционер сегодня. Прямо такая пылющая была. Вот такие вот у нас дела, мои дорогие. Я уже по-другому все буду делать. Все по-другому. А то расслабилась. В этот страх вошла. И только себе навредила. Всю энергию высосалась. Тут мне еще 24-го нужно сдать мои документы. Документы дочери в чародея Ложая Минда Белоба. Это доверенность. Она сейчас может все, все мои дела делать. И будем надеяться, что все будет хорошо. Вот так вот, когда останавливаешься, кажется, постоянно что-то трясется. А, надо прыгать, наверное, в этот момент и не нервничать. Потом мы тоже застеклим все в балкончике. Будет у нас тут летний, зимний сад. Мы красивые хотим сюда комплект. Ой, боже. Жить только начинаем с Ашкымом. Только жить начинаем. Какой страх! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.